О стремлении Эстонии стать непостоянным членом Совета Безопасности ООН. Почему Барак Обама не верит в победу Трампа? А также неужели переговоры по трансатлантическому торговому партнерству между ЕС и США остановятся? Вы узнаете в сегодняшнем выпуске. Здравствуйте! Эстония хочет стать непостоянным членом Совета Безопасности ООН. Одной из важнейших внешнеполитических целей Эстонии является непостоянное членство в Совете Безопасности ООН после председательства в Европейском Союзе. Об этом заявил премьер-министр Тави Ривас в штаб-квартире ООН. Эстония не должна думать только о нашем регионе и быть европоцентричной, но и говорить на тему безопасности, затрагивающей весь мир. Только так мы сможем держать в повестке дня интересующие нас темы и быть уверенными, что нас слушают и с нашими позициями считаются. Распространила в понедельник пресс-служба правительства выступления в Нью-Йорке. Он отметил, что Эстония выступает за прозрачность процедуры выборов нового генерального секретаря ООН. Впервые за 70 лет государства публично выдвинули своих кандидатов. Ей предстоит знакомство с их точками зрения, сказал глава правительства. Для Эстонии прозрачность выборного процесса очень важна, так как в наших интересах, чтобы заступающий в будущем году на пост генерального секретаря человек был самым лучшим кандидатом из всех и был независим в своих позициях, считает Ривас. Эстония в 2005 году выдвинула свою кандидатуру на непостоянное членство в Совете безопасности ООН в 2020-2021 годах. На минувшей неделе правительство выделило миллион евро на покрытие расходов, связанных с достижением этой цели. Выборы пройдут уже в 2019 году. Обама не верит в победу Трампа на президентских выборах. Президент США Барак Обама не верит в то, что его преемником станет участник предвыборной гонки от республиканской партии «Миллиарды от долл» Трамп. Об этом он заявил в интервью CNN. «Я не думаю об этом, потому что я не ожидаю, что это произойдет», сказал Обама, комментируя идею Трампа закрыть въезд американским мусульманам обратно в США, если они покинут страну. Он добавил, что успехи американских мусульман и их интеграция в общество обезопасили США от угрозы терроризма в том виде, в котором с ним сталкивается Европа. «Мы должны убедиться в том, что мы не вовлекаемся в непроизвольную антимусульманскую риторику, которую мы уже слышали от некоторых политиков», отметил президент. Он также считает, что у Соединенных Штатов есть очень эффективные кадры и правительство, которое знает, как поступать. Во Франции не исключают приостановку переговоров по трансатлантическому торговому партнерству между ЕС и США. Об этом заявил госсекретарь Франции по внешней торговле Матис Фекл. «Учитывая настрой США сегодня, это кажется наиболее вероятным вариантом», заявил госсекретарь. Экологическая организация Greenpeace в понедельник опубликовала в интернете документы, которые, по ее утверждению, являются утечкой с переговоров США и ЕС о так называемом трансатлантическом торговом партнерстве. В частности, Greenpeace заявляет, что США требуют от партнеров ослабить контроль за потенциально опасной продукцией США и генетически модифицированными продуктами питания. Также утверждалось, что представители США и ЕС намерены добиться заключения соглашения до ухода с поста президента США Барака Обамы, который произойдет в январе. И США с этой целью оказывает серьезное давление на европейских партнеров. На этом наш обзор прессы подошел к концу. Наша команда продолжает держать вас в курсе всех событий. До завтра!